И поэтому сегодня я хочу вместе с вами погрузиться в то, что является ценностью одной из главнейших ценностей небес. Может ли выжить цветок без почвы? Не может. Может ли жить человек без своей среды обитания? Для него среда обитания – это Божье присутствие. Главные ценности в нашей жизни – это одна, вернее, из главных – это Божье слово и молитва. И поэтому я бы их соединила и назвала «молитва чтения». Молитва чтения. Когда мы начинаем читать Божье слово без молитвы, это сухая книга. Когда мы говорим «Господь, открывай мне себя сам! Я хочу тебя слышать!» Вот она уже пошла молитва, пошел уже диалог. Я хочу сейчас с тобой соприкоснуться. Я хочу быть одно с тобой. Я хочу узнать, что для меня сегодня главное в этот день осуществить. И когда мы с Богом говорим «вот так», у нас каждый день имеет свое очень серьезное предназначение и ложится, как живой камень, в наше строение. И тогда это здание поднимается изо дня в день и становится все мощнее, виднее, устроеннее и так далее. Когда-то Иисус сказал такие слова «без меня не можете делать ничего». Мы знаем, что известные люди, которых сегодня очень много, вокруг нас и в разных сферах, и слава Богу, что сферы общества, они заполняются талантливыми людьми, хотя далеко не все задумываются, откуда таланты берутся. Так вот, когда один из актеров лежал уже на смертном одре, и у него рядом находился его друг, и он спрашивает его, «Ты можешь прочитать молитву «Отче наш», которую мы сегодня прочитывали?» Он говорит, «У меня суфлера нет». Это печально, друзья. Перед смертью, даже когда ты имеешь рядом друга, а он не знает то, что тебе важно сейчас, чтобы за тебя кто-то помолился. Но так важно, чтобы мы сами научились это делать каждый день, общаясь с Богом, и суть туда вкладывать именно ту, которую вложил когда-то Господь, в смысле отношений. Не в смысле «я сказал тебе, Господь, что-то, а теперь пошел делать свои дела». Я хочу, чтобы ты участвовал со мной в процессе дня. Я хочу, чтобы благоволение твое открывало мне двери. Я хочу, чтобы окна небесные всегда были надо мной открыты, а опасности закрыты на моем пути. Мы с вами 90-й псалом в течение недели прочитывали, и верю, что выучивали наизусть, для того, чтобы нас не коснулась никакая беда, которая связана с обществом, которая связана с различного рода временем, в котором мы живем. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы для себя сегодня по-новому открыли ценность молитвы. Без еды можно прожить около 40 дней, без воды – около 20, без сна – около трех суток, потому что потом человек теряет рассудок, без воздуха – несколько минут в зависимости от тренировок, без надежды – ни мгновения. Молитва возвращает надежду. Молитва открывает горизонт, который был затянут тучами. Молитва дает возможность человеку увидеть и себя, и Бога глазами над обстоятельствами, чтобы обстоятельства не раздавили человека, а подняли его. Друзья, говоря о молитве, я не говорю о фанатизме. Я говорю об отношениях, которые всегда могут быть рядом с нами. Те мысли, которые мы имеем, те чувства, которые мы имеем, мы можем постоянно с Богом разговаривать о том, что нас сегодня волнует. 15 глава Иоанна. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Пока остановлюсь, я хочу, друзья, эти все стихи сейчас связать. Дело в том, что когда мы находимся уже в Божьем винограднике, Он наблюдает за нашим плодом. Есть разные люди, по-разному, так скажем, повернувшиеся к Богу. Кто-то всем сердцем, кто-то всем посвящением, кто-то пока наблюдает, кто-то пока может быть в полноги, кто-то в полшага, кто-то в полстула. Но сейчас даже не о том, что это плохо. Хорошо, что уже в эту сторону стал человек поворачиваться. Но я сейчас говорю о разных стадиях взаимоотношений с Богом, о разных стадиях взаимоотношений с самим собой и с обществом. И потому, когда мы сейчас видим, что если лоза или ветка на лозе не приносит плод, то написано, что Бог ее, виноградарь ее отсекает. Но я рада тому, что есть перевод у этого текста несколько другой. Не отсекает, а поднимает. Поднимает, чтобы омыть и очистить от грязи. Так вот, друзья, когда происходит вот это отнятие от земли, потому что молодые ветки, они начинают ползти по земле. И из-за этого любой дождь, любой полив, он грязь покрывается уже тогда грязью и сами ветки. И они не в состоянии принести плод в таком положении. И поэтому тот виноградарь, который осматривает виноград, он смотрит, сколько молодых веток сейчас под грязью. И тем самым мы говорим об этапе жизни человека, когда Бог отделяет его от греха. Да, человек уже в его винограднике. Но еще пока у него есть те события жизни, которые его заставляют или как-то принижают, и он живет тогда под этой грязью и под грузом. И тогда, когда это происходит, то виноградарь не торопится убрать саму ветку, а он убирает грязь с ветки. Итак, друзья, то, что мы начинаем тогда переживать, это дисциплинирование. Либо другими словами, мы можем натыкаться на какие-то наказания, и нам кажется, что Бог несправедлив с нами, или почему со мной это происходит, с другим нет. А на самом деле, это Бог позволяет нам подойти к нашему результату неправильного выбора. И когда мы начинаем видеть результат неправильного выбора, тогда нас что-то отрезвляет. И таким образом человек говорит, да, что-то я не туда пошел. И вот в этом смысле дисциплинарность, она производится любящим, совершенным учителем. Второй этап, когда он обрезает ветки, это обрезание происходит от лишних листьев, от того, чтобы сок не уходил на пустую листву, когда она уже не нужна. Тогда он обрезает ветки, чтобы сок пошел на плод. И вот что происходит интересного, друзья, вот в этих двух явлениях, когда мы в дисциплинарности находимся, либо в очищении. Вы знаете, что и тогда, и тогда вот в этих одинаковое состояние переживания. Человек переживает боль и там, и там. Но не всегда люди понимают, если грех, тогда понятно, тебя предлагает Господь его оставить. А если ты уже не грешишь, если у тебя уже есть плод, и вдруг опять обрезание, что и опять мы переживаем ту же боль, и есть некоторое смятение внутри человека, а на самом деле, в данном случае, Господь уже не от греха освобождает, а от эгоизма. Внутри нас есть то, что удерживает от большего плода. И таким образом Господь говорит, я хочу тебя больше очистить, чтобы ты больше стал приносить плод. Ты уже его приносишь, меня это радует, но я хочу большего плода, потому что я для этого тебя насадил. И соответственно, вот эти две стадии, они между собой внешне очень похожи, по ощущениям внутренним тоже похожи, но цель у них разная. Освободить человека от греховной зависимости, либо освободить человека от эгоизма. И там, чтобы начал приносить плод, а здесь, чтобы стало больше плода. Но ощущение боли может быть и там, и там. Но сегодня я хочу говорить о третьей стадии, которая как раз связана уже с четвертым стихом. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вы знаете, что значит слово «прибывать»? Опять же, если брать переводы различные, вот в подлиннике. «Оставаться», «быть тесно связанным», «надолго поселиться». И когда Иисус предлагает, «Вы пребывайте во мне, дайте мне поселиться в вас, а вы поселитесь в меня», что вот это вот состояние внутриутробного развития, когда ребенок в матери, и когда мать вокруг этого ребенка, вот это тоже и питается еще от матери. Вот то, что нам предлагает Господь на земле, иметь вот это внутриутробное развитие для вечности. Дайте мне быть в вас, и я буду вокруг вас. Я просто буду вас окружать. Пребывайте во мне, пребывайте на лозе, потому что вы не можете принести тогда плода, если не пребудете во мне. Друзья, это третья стадия, когда уже мы прошли и освобождение от греха, и определенную степень очищения, но теперь мы уже можем погрузиться в него больше и больше. И я сейчас говорю об этой стадии. Я очень хочу, чтобы мы с вами могли понять, что то, что является в отношении с Богом, важно, не то, что поверхностно, а то, что внутри, и потому он показывает на этом примере лозы. Мы не видим сок, но мы видим плоды. Плоды от наличия сока. И поэтому, когда мы для себя начинаем эти вещи взвешивать, и я понимаю, что что-то сухота, либо плодов стало маловато, когда Господь говорит, обрати внимание, а как много времени ты проводишь тесно в общении со мной. Даже сейчас не идет речь о том, чтобы читать и молиться. Это уже многие люди делают. Сейчас речь идет о том, друзья, чтобы читать и молиться в его присутствии. Я думаю, что есть разница, прочитать книгу или встретиться с автором. Есть разница узнать историю, либо пообщаться с главным героем. И поэтому, когда мы говорим о Библии, то там встреча с автором нам возможна, когда мы открываем эту книгу. Когда мы молимся, там диалог открывается, не монолог. Когда мы говорим Богу как бы куда-то, а когда внутри нас начинают происходить процессы. Вот эти процессы вразумления, откровения. Я как-то уже говорила эту статистику, что есть исследования по поводу мозговых процессов во время молитвы. Во время молитвы мозг работает практически как бы в отключенном состоянии, в 3 Гц. Тогда, когда нормальная работа мозга 12 Гц. Что это для нас с вами значит, друзья? Когда человек во время молитвы общается с небом, наша логика, она нам в этот момент не подойдет. У нас начинает работать наш дух. Вот эта связь с Богом, а логика только осмысливает. Что со мной происходит сейчас? Что я чувствую? Какие меняю процессы? Потому что именно молитвенно мы можем, друзья, пройти любые расстояния земли за одно мгновение. Бог их перекрывает, потому что молитва, она идет к Его престолу во мгновение ока, либо во мгновение звука. Эта сила или скорость передвижения такой не существует на земле, с какой может работать молитва. И поэтому, друзья, для нас сегодня с вами есть это привилегия, говорить, Господи, научи нас молиться. Научи нас так стоять перед лицом Твоим, чтобы нам менять ситуации на расстоянии, потому что сегодня эту ценность мир точно не познал, а церковь упускает возможность познать глубину и силу молитвы. И поэтому, друзья, когда молитва творит чудеса, то мы говорим, что это молитва, которая двигает руку Бога, который творит чудеса. Сердце Отца задействовано в этот момент, тогда, когда творится чудо. И вы знаете, что написано, «Илия был подобный нам человек. Молитвой помолился, и небо не дало дождя. Молитвой помолился, и небо дало дождь». В чем особенность этого человека? Что по его молитве небо закрывалось или открывалось? По его молитве творились такие потрясающие изменения в государственных системах. По молитве Илия. Чем он отличался от нас? Как вы думаете, друзья, чем? Верой. Еще варианты. Когда мы молимся, и у нас не достает вера. Допустим, сейчас прозвучало слово «вера». Когда мы молимся, а вера не достает. О чем мы тогда говорим? Господь, я не знаю, можешь ты это сделать или нет. Хочешь ли ты это сделать или нет. У нас начинает возникать сомнение. Вообще, о какой вере идет речь? Когда Господь сказал, имейте веру Божью. Друзья, иметь веру Божью, это значит верить, что Бог это может сделать. Помните, когда подошел сотник к Иисусу, и Иисус говорит, о, велика вера твоя. Сотник даже не подозревал, что у него великая вера. Как вы думаете, а почему сотник этого не подозревал? Потому что у него не было веры в себя, с которой мы хотим прийти к небу. И говорим, Господь, у меня веры нет. А надо сказать, Господь, я знаю, что ты все можешь. Вот какая вера жила в сотнике. Я знаю, что если ты скажешь слово, ты скажешь, то будет. А так она не Янка, которая пришла, он говорит, велика вера твоя женщина. Она думала, что у нее велика вера? Она тайком прикоснулась просто к его краю одежды. Думала ли она, что в ней великая вера? Друзья мои, я хочу, чтобы мы сейчас пересмотрели этот вопрос. Не мое упование на себя и на то, что я такой хороший или я такой плохой. Это тоже, кстати, часть молитвенной жизни, когда люди приходят и говорят, Господи, вот я никакой, и звать меня никак, и вообще у меня все так плохо. Просто меня помилуют, жалуются, жалуются, говорят, меня Бог не слышит. Да потому что не с этим люди идут. Это искаженное восприятие ценностей. Есть подделка на ценность. Всегда на ценность будет подделка. И потому сегодня люди, которые живут такой молитвенной жизнью, они говорят, а это не работает. А такая молитва и не будет работать. Но тогда, когда я верю Богу моему, который все может, и тогда, когда я начинаю о каких-то мечтах с Ним разговаривать, меня эти мечты, друзья, шокируют. Но меня это же и радует. Потому что я говорю, Господь, если это шокирует меня, значит, это вне моих возможностей. Значит, Ты это точно собираешься делать. Мне очень нравится выражение, что Бог нас не оскорбляет маленькими заданиями. Уж если Он что-то поручает, то поручает. И тогда ты посмотришь на эту глыбу, стоящую перед Тобой, и думаешь, Господи, как это возможно? Он говорит, тебе никак. А мне все возможно. И поэтому я хочу, чтобы мы в молитве переключили свой фокус на Его возможность. Тогда наши молитвы станут другими, друзья. Тогда наши молитвы будут открывать то, что раньше было закрыто веками. Потому что мы будем говорить, Господь, я знаю, что Твоя рука творила в истории такие-такие перемены, такие реформации, такие чудеса. Города спасались. Сотни, тысячи, миллионы пошли за рыбаками. За людьми, которые сразу после распятия Иисуса разбежались от страха. Но за ними пошел весь мир практически. Даже трудно себе представить, какой бы был мир без христианства сегодня. Даже люди не задумываются. Но как-нибудь мы об этом поговорим. Если изъять вот эту суть христианства, насколько черно-белым остался бы мир? Даже вообще черно-серый. Белого там нет. Поэтому, друзья, когда мы говорим о Боге, который сегодня хочет вернуть ценность молитвы в свой народ, то я хочу, чтобы мы каждый день, когда мы даже исповедуем знакомые уже нам тексты, исповедания на каждый день, либо берем тексты Писания, которые мы с вами будем говорить и на этой неделе, а на этой неделе знаете, что мы будем исповедовать? Вы уже получили сегодня, да? Мы будем исповедовать благословение, которое Бог обещал когда-то израильскому народу во второзаконии в 28 главе. И я желаю, чтобы мы тоже, говоря об этих местах, говорили это в свою жизнь. Я говорю, Господь, я не знаю, как Ты меня сделаешь головой, а не хвостом. Я не знаю, как Ты сделаешь так, что я никогда не буду брать взаймы, но народом буду давать. Друзья, что это такое народом давать взаймы? Ни одному человеку. Вы задумывались об этом? Что это значит нации дать взаймы? Дать взаймы государству. Что это значит? Это значит владеть какими-то ресурсами или какими-то источниками, по минимуму банками. Но я благословляю вас, друзья, сейчас другими ценностями, категориями двигаться, но просто суть вопроса, когда мы будем говорить об этих вещах в течение недели, посмотрите не на то, что у вас есть, посмотрите не на то, чем вы окружены, а посмотрите на то, какой наш Бог. Веру свою туда переместите, свое ощущение возможностей туда перенесите, и тогда по-другому будет результат. Другой результат придет в нашу жизнь. И потому ресурсы молитвы. Иаков говорит, злостраждет ли кто, пусть молится. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров. Помолятся, помажут елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего. Чтобы исцелиться, нужно признаваться друг при другом. Много может усиленная молитва праведного. Итак, здесь перечислены несколько возможностей молитвы. Молитва праведного, молитва веры, молитва согласия. Вот здесь вот три варианта уже молитвы есть. Но мы сегодня уже коснулись и того человека, который является пророком или священником, пророком Илии. И тогда, когда Илья молился и небо закрылось, то я задала вопрос, что было движущей силой. Да, вера, что Бог ему сказал это сделать. Значит, он верил Богу. Но еще что-то отличало его. Прежде всего, слово. И слово, которое мы можем наполнять содержанием. Слово, которое мы можем наполнять верой. Слово, которое можно наполнять эмоциями, потому что состояние эмоционального сердца, оно тоже для молитвы имеет значение. И потому, когда мы говорим, что Божье слово тщетным к нему не возвращается, что у Бога нет бессильных слов, что Бог глазу своему дает, глаз силы, это все нам известные вот эти слова. Таким образом, нам надо понять, а что с моим голосом, что с моим словом, чем наполняется мое слово в течение жизни. Многие люди думают, я когда пришел молиться, мои слова сразу стали иметь вес, потому что я же молиться стал. А слова-то вес набирают в течение жизни, в течение обыденной жизни. Как много тех слов, которые ты не хотел бы, чтобы они исполнились в твоей жизни, но ты их произносил, потому что привычка, потому что ты считаешь, что, ну вот он достоин сейчас такой оценки, потому что ты, может быть, сомнения свои стал выражать вслух, а потом говоришь, нет, Господи, только этого не делай. Я помню, как-то с вами разговаривала, вернее, делилась уже этим своим свидетельством еще в юности. Ну, как в юности, у меня тогда были маленькие дети. И я тогда молилась и помню свою молитву, очень четко сказала, я хочу, чтобы слова молитвы имели такую силу, как это было у Ильи, потому что я тогда прочитала это слово в очередной раз, и меня оно зацепило. Я стала говорить, Господь, я хочу, чтобы мои слова имели такой же вес в молитве. Я об этом поговорила какое-то время, и вдруг я слышу внутри себя, когда мне Господь говорит, а ты готова, что будет исполняться тогда каждое твое слово в течение дня? И просто прошли эти слова у меня на памяти в течение дня. Не было там сквернословия, не было там никаких таких тяжелых слов, но там были слова, самые обычные констатации фактов. Не беги, упадешь. Или что-то похожее. И когда на следующий, да, и я сразу, как это увидела, всю плеяду слов за день, я сказала, Господь, подожди. Подожди, но не останавливайся, поработай над моей речью. И когда я стала просить, чтобы он поработал над моей речью, он говорит, а ты знаешь, откуда источник этой речи? От избытка сердца. Говорят, уста. Вот над чем я хочу работать, над твоим сердцем. И потому, друзья, когда мы хотим, чтобы в наших устах имело слово силу и вес, он говорит, сердце твое мне отдай. С источниками сердца я хочу разобраться. И тогда, когда мы начинаем в этом ключе с вами двигаться, тогда вдруг и вес слова появляется другой. Я думаю, что кроткий язык – это древо жизни, мы это знаем, что устами праведника город возвышается, тоже знаем. Но сейчас я хочу прочитать еще один текст. Вот мы влагаем, тоже из Акова, 3 глава, удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляли всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет корчий. Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет и все тело, воспламеняя круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, что произошло в день Пятидесятницы, когда Господь дал излияние Духа Святого. Что Он обуздал в тот день? Язык. Вы понимаете, что был обуздан язык вот тогда, потому что человеком это невозможно. И когда сила Духа Святого входит и сходит на нас, я хочу, чтобы мы по-другому посмотрели на молитву Духа. Когда мы молимся Духом, Павел говорит, я буду молиться умом, буду молиться Духом, и то, и то молитва. Но когда молится наш Дух, тогда наш язык подчинен божественному содержанию. Тогда, друзья, не молчите. И чем больше вы будете это делать, тем сильнее будут прорывы. Я просто вас благословляю на то, чтобы вы не молчали, а говорили Духом пред Богом, потому что разум пусть наш уже тогда осознает то, что Бог будет производить как результат. Но в нашем сердце пусть вот этот огонь уже от Божественного престола, который загорелся, будет работать с нашим языком. И вот я сейчас хочу прочитать некоторые слова, которые я сегодня разобрала. Во-первых, само по себе слово, если перевести его, вот по этим буквам, означает, «Слово – это бездна премудрости, которая открывается человечеству, обществу и людям от Бога через знания о нем». Посмотрите, какая суть вложена в понятие слова в русском языке. В других алфавитах этого не будет. В русском языке это заложено от начала. Еще раз прочитаю. Это бездна, слово – это бездна премудрости, которая открывается человечеству, обществу, людям от Бога через знания о нем. А теперь слово «благо», потому что оно лежит в основе всех блага, дарность, блага, словения и блага дать. Слово «благо» – это человек разумный, искусный и грамотный, являясь частью рода человеческого и общества, несет в себе высокий смысл творения, говоря слова, наполненные Богом. Друзья, благо – славение. Когда мы понимаем, что слово, оно несет благо другому, исходя из того, что я несу в себе высокое призвание. У меня есть дух высокого Бога, и поэтому пусть из моих уст выходят только те слова, которые будут нести познание Всевышнего. Это не значит, что я каждому первому, последнему буду говорить все «Бог есть» и так далее. Идет речь слово «созидательное», слово «благословляющее», несущее благо роду человеческому, несущее благо обществу, несущее благо везде, где я нахожусь. И слово «добро». Добро – это имущественный достаток, согласие и польза, приходящие от Бога человеку разумному, искусному и грамотному, который знает и говорит о нем, то есть о Боге. Что касается сочетания вот этого блага с другими словами, благословения, это когда мы говорим благое доброе слово в адрес других. И многие люди говорят, «Господи, благослови меня!» А он говорит, «А твои уста, они направлены, чтобы ты сам себя благословлял?» «Твои уста, они направлены, чтобы дети твои были благословенны?» «Я же дал тебе инструмент, которым я сотворил всю Вселенную». В основании всего тварного мира находится звуковая волна. Я тебе дал этот же инструмент, владей им. И когда ты молишься, когда ты разговариваешь, когда ты просто провозглашаешь, я творю нечто, генетический код меняется, потому что есть сила звуковой волны в каждом слове. Итак, друзья, благо дать. Это когда мы благо можем давать, но и благо нам дает Бог. И когда мы говорим о молитве, когда мы говорим о людях, которые сегодня вокруг нас и считают, что можно без молитвы прожить, то я хочу еще одну вещь отметить, друзья. Далеко не все знают о скверных словах, что это такое. Многие говорят, это к нам досталось от иготатарского, монгольского и тюркского. На самом деле, буквально исследование в начале 20 века, сто лет назад, исследование по этой теме обнаружили такие потрясающие вещи, которые я сейчас хочу вам даже прочитать. Один из профессоров пришел к выводу, что слова, которые мы называем матерными, произошли от языческих заклинаний. То есть это, друзья, молитвы бесам. И это тоже молитвы, которые направлены на то, чтобы разрушать человеческий род, навлечь бесплодие на целую нацию. Недаром все эти слова так или иначе связаны с детородными органами мужчин и женщин. И поэтому, когда мы с вами говорим об обществе, которое считает, что можно прожить без молитвы, на самом деле молятся только не тому. Как многие сегодня люди произносят эти слова, не понимая, что за этим стоит разрушение собственного рода, разрушение собственной жизни. И в тех нациях, где нет матной речи, там нет людей, страждущих ДЦП, и нет болезни Дауна. Тем самым идет речь, что на генетическом уровне идет разрушение личности, если человек произносит скверные слова. И поэтому у нас с вами, друзья, сегодня есть привилегия. Когда-то мы могли, проводила, помню, одну программу и задавала вопрос в эфир. Скажите, что сильнее, добро или зло? Я даже не ожидала, что такой будет отклик. Люди просто, линия разрывалась от звонков и разные мнения. Говорят, ну посмотрите, как много всего кругом плохого, наверное, зло сильнее. Кто-то говорил, что нет, добро сильнее, но его мало, ему надо быть побольше. На самом деле, друзья, добро всегда сильней. Добро всегда сильней, даже в малом количестве. Помните, когда и по какой причине был уничтожен Содом и Гамора? За разврат кто-то говорит. Еще мнение. За отсутствие добра в нем. Если бы там было 10 праведников, то они были бы спасены города. За отсутствие наличия добра не хватило вот этого удельного веса. 10 праведников могли перевесить весь город. И поэтому сегодня я хочу сказать, добро намного сильнее, и нам его с вами надо увеличивать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!